Добрый день, уважаемые жители Республики Саха и Якутия. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Республике остается напряженной. За последние сутки зарегистрировано 93 новых случая коронавирусной инфекции. В городе Якутске их зафиксировано 54. По 6 случаев зарегистрировано в Вилюйском, Мирнинском. По 4 случая в Мегино-Кангалатском, Нюрингринском, Алданском. По 3 случая в Усть-Алданском и Венобытантайском. По 2 случая зарегистрировано в Амгинском, Сунтарском, Хангалатском и Чуропчинском. И один случай зарегистрировано на Амском улузе. За сутки лабораториями Министерства здравоохранения Республики и Роспотребнадзора проведено 2764 исследования. Это достаточно высокий уровень исследований на новую коронавирусную инфекцию. Обращаю внимание, что исследования проводятся относительно всех тех, кто оказался контактным в зоне риска заражения коронавирусной инфекцией. Всего за весь период пандемии у нас обработано 1,172,711 тестов на новую коронавирусную инфекцию. На 24 июня 2021 года в Республику поступило 214,117 доз вакцин против новой коронавирусной инфекции. И количество получивших первую вакцину в Республике приближается к 200 тысячам и составляет 195 268 человек. По определенного рода гарантии, вакцинальной гарантии для жителей Республики, получивших и вторую дозу вакцины, можно говорить относительно 161,1469 человек. Использовано на настоящий момент 90, почти 91% от общего числа вакцины, поступившей в Республику. Уважаемые жители Республики Сахая-Кутя, у нас сегодня в течение дня будет объявлено о продлении срока режима повышенной готовности на территории Республики. Будет определена дата в связи с тем, что текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет нам принимать и другое и новое решение, кроме как продление. Необходимо обратить внимание, что ближайшие сэхоланхо, которые проводятся в Алекунском районе, проводятся строгим соблюдением санитарных правил, утвержденных Организационным комитетом и, соответственно, Роспотребнадзором по Республику Сахая-Кутя. Невакцинированные граждане или граждане, не имеющие трёхдневный ПЦР, на отсутствие новой коронавирусной инфекции, к участию, к организации мероприятия не допускаются. В связи с чем обращаю ваше внимание на необходимость вакцинирования, которое сегодня является единственным способом защиты. Уважаемые жители Республики Сахая-Кутя, оперативный штаб обращается к вам с просьбой о необходимости вакцинации как способа защиты. Что касается органов государственной власти Республики Сахая-Кутя, сегодня проходит анализ вакцинированных по всем министерствам и ведомствам. Часть министров уже получили дисциплинарное взыскание в виде лишения премии. По итогам второго квартала части министров получат соответствующие замечания. Соответствующие сроки и темпы вакцинации определяются непосредственно с постановлением главного санитарного врача Республики.